Особое мнение на 101FM Я даже не знаю, как это назвать Это скандал, это ЧП Что это было? Ну, то есть, вчера не состоялся конкурс На должность главы администрации Причем не состоялся не по каким-то объективным причинам А потому что половина комиссии Губернаторская часть конкурсной комиссии Просто взяла и не пришла На собеседование с кандидатами Так бывает вообще? Ну, на самом деле, так не бывало ни разу Мы, по крайней мере, не слышали Мы считаем, это ЧП такого городского масштаба Которого строила нам, ну, наверное, администрация губернатора Потому что губернатор инициатива Вот по организации вот этого И мы понимаем, что Коев, который вот ту Возглавлял председательскую функцию Вот этой пятерки, да? Которую назначил губернатор Напомните, пожалуйста, Николай Коев Какую должность занимает? Я сейчас не знаю Министерство внутренней или министерство внутренней политики? Да, он находится в подчинении у Плитко Человек, который у нас Зампреда Да, зампред, который Которого привез губернатор сюда И он курирует Краскадровую работу Внутреннюю политику Да, вот эти два направления Сразу хочу сказать Почему ЧП? Вот, во-первых Ну, даже, я считаю Вот подставили госпожу Ковалеву Но так политику не ведут Очень грубо На самом деле, вроде бы Елена Васильевна не знала, что не придет комиссия Не знала Слушайте, ну, это просто непорядочно Она после этого, наверное, раз пять-десять извинилась Сказали, вот я ничего не знаю То есть ей пытались дозвониться Главное до членов комиссии Там же телефоны есть Ну, конечно У всех есть мобильные телефоны Откликнулись только Я знаю, что, по-моему, Сарегородцев Который сказал, что у него там родственник заболел Да, и Коев до конца сказали Что он срочно уехал в район В область Но я считаю, что И не предупредил никого? Нет, никого не предупредил То есть, ну, мы считаем, что это сделано намеренно Не, ну, это не просто сделано намеренно Владимир Вениаминович Это сделано как-то очень некрасиво Но мне так кажется Я не знаю Это мягко сказано Поэтому вот Ну, мы слышали, что Ну, во-первых, мы понимали, что Осипов Это человек Чурина, да, Александра А мы знаем, что есть определенное там Один из трех кандидатов Дмитрий Осипов Да И что есть определенное противодействие Там Зампреда Плитко С Александром Анатольевичем Есть определенное противостояние Вот так интересно Как же они там живут И работают-то вместе На благо Кировской области А вы не секрет Я, например, в администрации города Знаю до четырех таких групп Которые между собой там конкурируют Друг друга немножко подставляют Ну, такая политическая борьба идет Ведь она как в коллективе И в любом Там, знаете То есть там сталкиваются мнения И так далее Я ничего в этом страшного не вижу Там существует И так Может быть даже Я думаю, что губернатор про это знает И в некоторой степени поддерживает Потому что это называется конкуренция Так, простите, пожалуйста То есть он знает про то, что есть некая там Соревновательность Конкуренция Давайте так мягко скажем Да, там Или конкуренция В политике есть конкуренция Как же в любой команде Футбольной, баскетбольной Есть конкуренция В классе есть конкуренция В детском саду И между мальчиками И между девочками Давайте мы открыто говорим О тех вещах, которые существуют Пожалуйста Только почему это все выливается В такие, извините меня, ситуации Это должно быть в каких-то рамках Я считаю, вот здесь Ну, однозначно Культура политики, она нарушена Что у нас депутатов Мы уже обсудили со всеми У нас две вещи как бы не устраивают Первая вещь Первая вещь Мы просили И там Передавали по своим каналам И губернатору И Андрею Плитко И Александру Чурину Что вы, прежде чем нам Кандидата тащить Так вы Ну, пусть выступите хотя бы с нами Поговорите Так, подождите Вот давайте все-таки мы сейчас Разберем чуть более детально Я правильно понимаю Значит, Дмитрий Осипов Это кандидат Александра Чурина Главы правительства А Андрей Плитко Заместитель губернатора Курирующий вопросы внутренней политики Против Дмитрия Осипова Ну, а как Я не знаю То есть вы об этом говорите Нет, я не знаю точно Но я предполагаю Потому что он Руководит И Коев Находится у него в подчинении Так И я уверен, что От Предко поступила команда Коеву не ездить Это мое предположение Ну, вряд ли, конечно, это было самодеятельно Конечно Все пять человек взяли И не пошли Притом Солчайно Солигородцев Да, зампред уже Поэтому, вы знаете Тут как бы есть Эти команды могут в предательстве дать Только два человека Если не считать губернатора Это Чурин председатель И замгубернатора Плитко, который самостоятельно И не находится в подчинении у Чурина Так, подождите Это два сегодня Полюса принятия решений В предательстве области То есть проблемой было именно то Что кандидатура Дмитрия Осипова Плитко не устраивает А может быть наоборот Просто есть Вот версия совершенно безумная Что якобы Дмитрий Осипов мог Ну, то есть экзамен-то он бы сдал Вчерашний Но он дальше мог не пройти согласование В городской думе И решили паузу взять Нет, я ведь не говорю, что Плитко принял какое-то Ну, такое неправильное решение Но депутаты должны об этом знать Конечно Существовал такой Потому что, как минимум, Елена Васильевна Ковалева Глава города Не должна быть в таком неудобном положении Когда приходят три кандидата Когда собирается конкурсная комиссия Я считаю, это просто неуважение И подстава Елены Васильевны И не является никто Это нам тоже не нравится Кстати, всем депутатам Все депутаты Ну, высказывают свое мнение Плюс Ну, вот такое решение Оно вылилось с того Что подготовка этого вопроса К выборам Была некачественно проделана А если честно Оно может быть пущено на самотек Хочу сказать, что Вот мы давали сигнал Правительству области Ребята, ну, вы поговорите с депутатами Выслушайте наше мнение И так далее А сегодня получается Что нас никто не Даже пытается И да, у депутатов было такое намерение Там Но мы Мы Такой опрос проводили Что если с нами никто Общаться не будет Они опять захотят Я имею в виду правительства области Порулить так, как Шульгиным были То депутаты Просто, ну, не проголосуют за этого человека И все Сегодня В отличие от ОЗС Состав Оппозиции Там и Единой России Он не такой Там нет большинства Абсолютно То есть вы думаете Даже Единая Россия не проголосовала? Да А некоторые Они вроде дисциплинированные товарищи Вы что там Нет Этот созыв Там есть люди Со своим мнением И которые говорят Они бы просто воздержались Понимаете? Вот есть же такой вариант Ты воздержался И все И человек не прошел Возможно Я допускаю Но это опять же Тогда Ну поговорите с депутатами Но сутки прошло Никакого нет ответа И к чему пришли депутаты Ах вы так с нами Да? Ну хорошо Мы взяли закон федеральный По которому Мы можем изменить Устав города В той части И абсолютно Кстати Ну вот Абсолютно Большинство депутатов Поддержит вариант А пусть выбирают Главу администрации Не депутаты Комиссии Непонятно какие А пусть прямые выборы Пусть граждане города Кирова Выбирают Главу администрации Вот сейчас Давайте вот на этом Мы прям Остановимся Более подробно Я вам расскажу Технологию Как мы собираемся Подождите То есть я правильно понимаю Что есть мысли О том Чтобы 25 числа 25 марта же у нас Да? Очередное заседание Городумы Выйти с предложением Внести изменения В устав города Кирова Совершенно верно Мало того Мы хотим Дополнительной легитимности Получить От наших избирателей От граждан города Кирова И мы хотим Выйти с предложением Чтобы это В наших силах Вот 22 апреля Назначены Да? Вот этот опрос По конституции Мы можем Добавить бюллетень Свой Да? Городской Притом нам Это не вылится В большие деньги Но процедура все равно Есть Да? То есть только напечатать То есть чтобы Как выскажутся люди На печать бюллетень Если людей прийти Высказаться по изменениям В конституции Давайте Пусть они выскажутся По изменениям По предложениям в устав Только в одной части В одном пункте Хотят ли Оставить так как прежде Выборы Главы администрации Да? Или Мы готовы А я считаю что мы готовы Выбрать Главу администрации Прямыми выборами Пусть граждане Сами выберут того Кого они считают Компетентным И так далее Ну это хорошая история На самом деле С прямыми выборами Я правда не уверена Вообще А вот вы говорите Мы хотим Мы Это вас сколько депутатов От общего числа депутатов В городской думе Вы знаете Я пока количества не могу Потому что нет официальных данных Да? То есть говорить за кого-то Но для изменения в устав Нам нужно 24 голоса за Не просто кто-то воздержался А этот могут только сделать Но фактически Это вам Единую Россию придется подключать Причем половину примерно Я себя наивным человеком не считаю Поэтому Единая Россия У нас пока все равно партия правящая И у нее большинство Без них Но им без нас никакие не провести Но и мы без них Ну я считаю все-таки правильно Обратиться не по партийному Политизировать по партийному списку А попытаться к депутатам У многих такое мнение существует И они в Единой России говорят Слушай, ну правда действительно надоело Непонятно Ну вот как некоторые говорят Московские наместники Это еще знаете При Иване Грозном И там народ на местах И на вятке Он часто так выступал Ну просто наели Мы видим, что они не справляются Из-за того, что первый вариант Нет мотивации здесь выкладываться На полную катушку Класть свою жизнь Я это понимаю А второй нет заинтересованности И вот есть предложение Условно говоря Взять власть в свои руки То есть нам, избирателям Через депутатов Нет, предложение Это несомненно хорошее Оно обсуждается Вопрос в другом Вопрос в том, что Насколько я знаю Сейчас в России Меньше десяти Городов Которые являются Центрами субъектов Выбирают мэра напрямую Мэра города Ну то есть это не статус Конечно мэра города Глава администрации Опять же тут вопрос Двуглавости Возникает Глава города И глава администрации Но меньше десяти городов Сейчас осталось Которые выбирают Мэра напрямую И я насколько понимаю Москва не особо приветствует Все вот эти местечковые Извините меня Развлекушечки Как они могут сказать Нет, вы знаете У нас очень много Приписываться Виноватых Например нашему президенту Ну премьеру Да почему премьеру А я хочу сказать Есть администрация Есть еще какие-то Структуры У нас очень много Не очень умных Мягко говоря И желающих Выслужиться чиновников Которые таким или образом Интерпретируют Некоторые положения Вот все Ругая там Сталина Закрывавая А давайте посмотрим А кто у нас Киро это расстрелил Людей Давайте мы сейчас Это мы сейчас Съедем с вами Подождите Я понимаю Да и много времени На это потратим У меня ощущение Что Москва не позволит Делать прямой выбор Главы администрации Давайте Нет Вот давайте скажем И Единая Россия Не проголосует За предложение Вот нет Это другой вопрос Внести изменение Устав Я хочу сказать По федеральным законам И сегодня Есть возможность Три пути Выбирать Вот в том числе Один который мы Сегодня имеем А второй Это прямые выборы Они не запрещены Они в федеральном Закон А местном самоуправлении Местном устройстве Они прописаны А слушайте Ведь есть Есть же хорошая лазейка На самом деле Потому что ведь Главу то города Мы не выбираем Прямыми выборами То есть у нас Глава города Выбирается депутатами Из числа депутатов А это глава администрации А это глава администрации То есть мы можем Самостоятельно Несколько там лавировать Вы думаете Мы как раз и предлагаем В той части Где речь идет О главе администрации И изменив вот это Мы наверное делили бы Что и мэром бы назывался Не председатель городской думы Пусть он Пусть она остается То есть у нас звание Это громкое Как говорится Елена Васильевна Полномочий фактически их нет Ну то есть там Глава города А мэром будет называться Сити менеджер Да Понятно Ну и примерно Тогда давайте По срокам все-таки Сориентируемся То есть от вас Есть предложение 25 марта Эту историю Вынести Каким-то образом На голосование Ну в двух частях Во-первых На 22 апреля Возможно Что бюллетень отпечатать У нас время есть Что выскажутся люди И вы знаете Насколько я знаю Я вот слышал В своих выступлениях Ну на таких По другим темам Нашего губернатора Председателя Правительства Этого же Как бы зампреда Андрея Плитко Они так-то люди Современные У них Это я понимаю Когда Быков Часто пытался Вот такую проводить Политику Не пущать Не делать Он человек военный Выслуживался как военный Да По уставу Он строгий А это люди В принципе Современные Мыслящие Я не думаю Что они будут против Мало того Может быть Вы знаете Я так делаю предположение Может быть им легче станет Что ребят Ну вот в городе В конце концов Снимите себя уже Ответственность Да Вот пусть люди Себя выберут Мучаются сами потом Тем более я знаю Всегда можно будет сказать Это вы сами Выбрали себе такого Чего жалуетесь Верно И теперь Депутаты сегодня Мучиться не будут То есть Даже если кого-то выбрали У меня сегодня говорят Кого вы там выбрали Многие избиратели Мои друзья Коллеги говорят Кого вы выбрали А сегодня я скажу Ребят А кого вы выбрали Вот с тем и живите То есть Давайте ответственность Разделим с нашим населением Слушайте Ну вот Опять же Предложение я говорю Я поддерживаю там Двумя руками Что называется Но Как же быть с тем Что Периодически появляется Информация о том Что Вот рассматривается Такой кандидат На пост главы администрации Рассматривается Такой кандидат Там рассматривается Третий кандидат А потом приходит Такая странная фаза Но он не прошел Согласование В администрации президента Как вы это Планируете Совмещать Со всенародными выборами Ну Как 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 Но во-первых Вы знаете Те люди Которые идут На должность Кандидаты Главы администрации Они должны понимать Серьезность Всей вот этой работы Которая существует Они должны пользоваться Поддержкой Ну Во-первых Население города Да А во-вторых Ну быть Как бы В потенции Решать многие вопросы Это личностное качество То есть люди должны Люди должны быть И психологически Склонны к тому Чтобы уметь Принимать решения И нести за них ответственность Мы должны Четко понимать Что эта должность Это стрессовая должность То есть понимаете О чем я говорю Перевожу на простой язык Что бы ты в глава администрации Не сделал хорошего Все равно Тебя будут ругать И критиковать Хоть за что-то Понимаете Потому что это Слишком большое хозяйство Слишком много мнений 500 тысяч Слишком население Это всегда Поэтому ты должен быть К этому готов Большинству не готов Вот мое мнение С сегодняшней ситуации Но вот Осипов Дмитрий Валерьевич Он не готов к этому А оставшиеся два кандидата Там еще есть Ваш коллега по фракции Альберт Декалюк Да Но Альберт Александрович Он наверное Из всех троих Больше наверное готов И может быть имеет Больший опыт Хотя Вячеслав Николаевич Он ведь тоже сам глава Вячеслав Николаевич Как руководитель района Первомайского Вызывает Мне кажется Очень позитивные отклики У всех Начинает жителей Заканчивая общественными активистами Он немногословен И дело знает И он наверное Как бы терпит Но я считаю Вы знаете Все равно У той силы Вот той какой-то Вот В главе администрации Очень важен авторитет То есть принятие Правоохранительных органов Там налогов Вы знаете Всех федеральных Общества Ой слушайте Вот такого вообще Нам не найти никогда Это нам из Москвы Надо выписывать Такого товарища Он в принципе Большинство устраивал Василий Алексеевич В некоторой степени Драной Давно дело было Если бы были прямые выборы Я уверен Что ни Драного Не было бы Ни Перескокова Ни Шульгина Бы не было Главами администрации В этом я уверен Потому что я смотрел Социальные опросы И они не проходили Нам нужны другие фигуры Притом Я сегодня знаю Очень много популярных людей В городе Это хозяйственники Там заводчане Которые могли быть Главой администрации А у нас выдвигала Партия Единая Россия Всегда А вы знаете Кто там В смысле выдвигала Партия Единая Россия Альберт Бекалюк Ты ведь сам же Принес документы В комиссию Погодите Но вот я говорил И говорю И Альберт Александрович Это понимает Но это наверное Но он понимает Что он не станет Главой администрации Не пропустит При нынешней системе При нынешней системе Он не пропустит А вот если бы прямые Были выборы Я думаю Что шансы Альберта Александровича Были бы самые высокие Потому что он более узнаваемый Более Его фамилия По крайней мере На слуху о нем знают Так Понятно Ну и вот В общем вы думаете Что если бы Главы крупных предприятий Или бизнесов Каких-то знали Что выборы прямые Голосовать будут горожане Они бы свои кандидатуры Выставили Сейчас к сожалению Инициатива Она вы знаете Должны партии поддержать А так он мог самостоятельно пойти Если мы видим Он беспартийный Таких людей Я очень много знаю Которые бы вполне справились С этой работой Плюс Вот неустанно Буду говорить И повторять С главой администрации Должны прийти 5-7 замов Сегодня пришла у нас Да Ну вот те которые Потянут в свое направление Очень доволен Пришедшая вершиной Анна Анатольевна И вот она взяла Прямо вот В карьер С места И стала разбираться Человек с 30-летним Главой администрации С 30-летним стажем Судьи Тюрист Опыт Судьи Именно Она судьей работала По Вот А у нас там такая куча вопросов Там столько к этому Ну откровенно У нас знаете Даже некоторые чиновники Дошли до такой коррупции Специально Чтобы в законе Как свое решение Шли в суд Просили обратиться Какое-то лицо В суд И специально проигрывали А потом говорят Ребята Все законы Видите Суд решил И мы после этого Не всегда их можем Мы сейчас опять В дебри погружаемся Давайте вернемся Все-таки К выборам Главы администрации Причем все Я поняла Значит К 25 марта Вы все-таки Планируете Каким-то образом Эту инициативу Оформить А если за нее Ваши коллеги По Гордуме Проголосуют То 22 апреля Вместе с голосованием По конституции Вы предлагаете У людей Спросить Готовы они Вот К таким изменениям В уставе города Или не готовы И в таком случае Выборы Главы администрации Должны быть Когда? Это будет действовать В отношении Услога Следующего Главы администрации Если это Такое положение Мы изменим Но Смотрите Какой существует Момент Вот я рекомендую Просто Ну так Как гражданин Граждан Нашему губернатору Или там Андрею Плитку Или там Александру Анатольевичу Чурину Просто поговорить Все-таки с депутатами Потому что Вот смотрите Первый раз Выборы не состоялись Просто Второй Первый раз Не состоялись Потому что Не была сформирована Комиссия Помню я Потом сформировали Губернаторскую часть Комиссии Теперь она Не явилась На экзамен Нет Вот это Выборы не состоялись Это официально Теперь заново Их все будут объявлять Я хочу сказать Если второй раз Мы не выберем Главу администрации А депутаты Могут прокатить Независимо Будет один кандидат Второй или третий Сегодня уже настроен Да Слушайте Нас Вы нас прокатили Нас просто никто не уважает Слушайте Это нонсенс В государственной политике Если губернаторов не понимают И уважаемые Игорь Владимирович И Андрей Плитко И Александр Андрей Андрей Геннадьевич Александр Анатольевич Игорь Владимирович Я знаю что они так к этому Относятся просто Я тоже стараюсь Представляться Владимира Журавлева Без отчества Хорошо ладно Отвлекаемся Простите Вот Вы поговорите с нами А я правильно понимаю Что вообще никаких там Извинений Неизвинений Не знаю можно ли В чем и дело Не было принесено Ни со стороны губернатора Ни со стороны Председателя правительства Ни со стороны вице Нет Я не слышал Публичных заявлений Я хочу сказать Сегодня Подождите Как То есть даже письмо Не пришло в городскую думу Вообще Что ребят Простите пожалуйста Такой технический момент Слушайте Это такой демарш Это плевок В сторону Неуважения Депутаты Городской думы Нет ну подождите Во первых Это по отношению К депутатам И к людям К которым К которым Выбрали По отношению К избирателям Это совершенно некрасиво По отношению К Елене Ковалевой Главе города Кирова И простите конечно Все таки Ну как бы так нельзя Правительство области Хотело не хотело Может быть они так не думали Но получилось так Что они просто сказали Они сегодня Плюнули в сторону Всех горожан Города Кирова Вот и все Если вам Такая функция Не нравится функция Депутаты решили А давайте поменяем Перейдем на прямые выборы И в какой момент Вы планировали бы Чтобы они пришли И поговорили с депутатами На заседании Второй раз Выборы не состоятся Еще один момент Который прописан Устава А это вполне вероятно То тогда Вот В сентябре Если мы за два года Не назначаем главу администрации У нас до сентября Есть эта возможность Или два раза Только если мы два раза Сейчас промахнемся Все Все это что А мы главу администрации Не выберем И что До сентября А за два года Значит будут исполняющие обязанности Два года до окончания Городской думы Потому что Полномочия главы администрации Привязаны К депутатским полномочиям Понятно То есть у нас Геннадий Плехов останется В качестве исполняющего обязанности Ну там Может быть какой-то другой человек Но кто-то останется Исполняющим обязанности Никто не будет Главой администрации Полновесной Понятно Ладно Еще все-таки К 25 марта Раз вы сказали Что это распространится На следующие Получается Да Уже выборы На следующие Главы администрации Получается Что 25 марта Городская дума Должна должна принять Решение О новом конкурсе Конечно О новом конкурсе Я так понимаю Что ограничений никаких нет То есть вот эти три участника Они могут заявиться На новый конкурс Я хочу сказать А могут ли появиться новички Во-первых Хочу сказать Что не факт Что мы примем такое решение Депутаты могут проголосовать против Нового конкурса Конечно Потому что дайте Общало кандидата Проговорите с нами предварительно Одного Любое правильно Политическое решение Такого уровня Или нескольких кандидатов Ну Хоть одного Понимаете Скажите вашу кандидатуру Давайте политику То есть вы призываете Все-таки К 25 числу Людей Вот из здания напротив Сервотома Так называемого Прийти в город Я даже называю Кого конкретно Кто принимает решение Три человека Губернатор Игорь Владимирович Андрей Андрей Плитко Да Андрей Плитко И Александр Чурин Вот я к вам прощаюсь Я понимаю Что там возникло Напряжение здесь Что вызвано Может быть Действительно Какой-то существенный факт Но вы хотя бы Елене Васильевне скажите Тихонечко Вот Что есть Да причина Есть серьезная Выступили Пресс-служба Есть серьезное основание Остановить конкурс Ну так давайте остановим Ну да А почему А если нет Чего в бирюльки играть Или вы не хотите Выполнять Свои Выглядит в глазах людей Жителей обычных Это выглядит конечно Совершенно непонятно Некрасиво И непонятно Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской городской думы Мы сейчас наверное Уйдем на перерыв Если мы можем уйти пораньше Да А потом уже вернемся С другими темами Особое мнение На 101FM Это особое мнение Владимира Журавлева Депутата Кировской городской думы Мы продолжаем Ну и собственно Вот 22 апреля 22 апреля Все жители России Если не вмешается коронавирус Будут голосовать За или против Тех поправок Которые вносятся в нашу конституцию Конституции 93 года Эксперты говорят Что документ несколько устарел Что изменения назрели Вот Но при этом мнений много разных Кто-то говорит о том Что те социальные гарантии Которые прописываются В конституцию Они действительно важны И нужны Кто-то говорит о том Что эти социальные гарантии Как там индексация пенсии Дети Приоритет государственной политики И прочее Это всего лишь ширма Чтобы обеспечить Ту самую поправку Да Голосование за ту самую поправку Или против нее Которая была внесена Это обнуление сроков Владимира Путина Что вы думаете По этому поводу Пойдете ли вы 22 числа голосовать Есть ли у вас ощущение Что людей будет много Или наоборот Ну вот смотрите Давайте все по порядку Да Ну во-первых Я хочу сказать Что Ну я например Против обнуления сроков Потому что есть такие Базовые вещи Писанные Не писанные Это во всем мире Давайте придержаться Определенной какой-то нормы Да Теперь Следующий момент Против чего я В общем-то и выступаю Да Есть второй момент Вот та структура Которая связана Помните С созданием госсовета Который фактически Как в Китае Та модель Китая В некоторой России Только не хватает Коммунистической партии Да Под боком Идеологического Такого инструмента То в принципе Госсовет оправдан Кстати По уровню Госсовета Еще был Представлен Иосиф Виссарионович После войны Создан госсовет Фактически И во-первых Очень многие направления Развития По министерствам Там и атомная энергетика И вооружение Там и машиностроение Там и многие-многие-многие И химическая промышленность Я знаю И нефтехимическая Перерабатывающая Они были Как раз получили При такой схеме Работы При такой системе Ну такой Дополнительный Импульс Хороший Поэтому В госсовете Не вижу ничего плохого Зачем полезли В обнуление И фактически Вот вам госсовет Я узнал Ля там Модель Я понимаю Что в сегодняшней Уникальной обстановке Наверное Путин по своему Ну и вот в моем понимании Ну он конечно Личность Она Ну наверное Самый лучший политик В мире Как там и говорят Там И наверное И президент Это ваше особое мнение Или вы кого-то цитируете Сейчас Ну я и цитирую И мое мнение Что сложно будет найти человека Который готов уже Понимаете Вот Человеку нужно Чтобы втянуться Это говорят Ну примерно Как говорит Медведев Скал я к четвертому году Еще того президентского срока Дмитрий Анатольевич Медведев Я только начал понимать Что такое Исполнять роль президента И помните Он инициировал процесс Как раз два Два срока по шесть лет Понимая что большая страна И так далее Я это подтверждаю Чтобы главой администрации Стать нужно Все понятно Я поняла А вы за то что Путин опытный управленец Это первый вопрос Но я против обнуления Вот этих изменений в конституции Хотя некоторые вещи Никто не понимает Зачем Теперь давайте вот Говорить законодательно Конечно есть вопрос О том Ну это не сам Путин Это вот команда Которая вокруг Но это их неудачный совсем Ход Я надеюсь Что значит команда Которая вокруг Вы думаете что Владимиру Владимировичу Не сказали об этом что ли Это сюрпризом для него Вы знаете у него нет времени Он целый день лицо И что Страны Я вам хочу сказать Так устроена работа И президента То есть вы думаете что у нас Владимира Путина И предлагают вариант Владимира Путина Не предупредили о том Что Валентина Терешкова Будет вносить поправку Об обнулине Да ладно Погодите Это было подготовлено Заметили Сказал что Путин Он сказал Может быть этого и не надо И во первых Не он не так сказал Он сказал Посмотрим что скажет Конституционный суд И Конституционный суд Вчера сказал Все окей Слушай У меня даже сомнений не было Давайте посмотрим в Конституцию Там одна статья Которая говорит Судья Конституционного суда Назначает президент Да и все Слушайте ну это смешно Это подписать Это фактически Тебя уволят Завтрашнего дня Поэтому Я такой ответ Как бы слышал Но вот вы знаете Даже пенсионная реформа Не вызывала Такого отторжения В обществе Вот все слои общества В городе Кирове Только ленивые Это не обсуждают То есть понимаете Видно Пенсионка там Не сразу догнали Все да И касалось вроде Как бы пенсионеров До пенсии Взрослым людям Еще как бы Вроде далеко Никто не думает Некоторые не доживут Все равно Это просто вызвало И сегодня На повестке Два вопроса Идти или не идти Вот мое мнение Я обязательно пойду Потому что Вы можете сказать Как вы будете голосовать Ну я буду голосовать Против изменений Я со многими там Положениями В том числе С госсоветом Согласен Но меня там Вот это положение Обновление срока Оно не устраивает Но это некрасиво Просто понимаете Закон есть закон Иначе у нас никогда не будет законного государства Это первый момент Но я буду вынужден проголосовать против Теперь давайте посмотрим Что за опрос такой Опрос для чего Референдум Это не референдум В конституции Только обязательного к исполнению Обязательного к исполнению Имея только референдум Это просто опрос А вы уже слышали Что Во-первых Государство Думы приняло Такой закон об изменениях Совет Федерации поддержал Сейчас поддержат все Конституционный суд сказал Все отлично Конституционные парламенты Ребята Уже поддержали Уже поддержали Поэтому Вот решение оно есть Но я хочу сказать Вот Вот Если так сделают все Да Вот это наша правящая элита Независимо от партии Я все понимаю Слушайте Ну вот Это Ну мягко говоря Некрасивая Это просто растопчет веру И так Последнюю веру В государство Справедливое государство У людей Я вам хочу сказать Вот мы доиграемся Вот народ просто повернет И там проголосит Например за коммунистов Тем более модель китайская Вот эта коммунистическая Социалистическая С элементами капитализма Она сегодня показывает себя Вы слышали что Такой момент Вот сейчас все акции На всех биржах упали А у Китая же денег Как грязи Да Они самый большой держатель И В Китае между прочим Чисто Там улицы с хлором моют Сейчас Си Цзипин Дал команду на то Чтобы скупить все акции У них денег много А что их держать Непонятно где Они купили на бирже Все акции Дешевеют надо покупать Все правильно Абсолютно правильное поведение На бирже В данном случае Вот преимущества Статистического государства Они налицо В отличие от частных интересов Подождите То есть вы предполагаете Что возможен все таки Исход голосования 22 апреля Когда большинство Пришельших на участки Скажет нет Я считаю Это интересно С точки зрения Показателя для власти Официальной Все таки Может быть Путин скажет Что ребят Человек очень реалистичный Я не думаю Что он все это придумал сам Но в итоге Он посмотрит на результат И может отказаться от этого Тем более у него есть 4 года впереди Так подожди Кстати завтра 18 марта Два года прошло Еще 4 года впереди Владимир Владимирович Есть куча времени Смотрите какая история Все таки Вот это Да или нет Которые мы можем предполагать Большинство голосов Склониться либо к тому варианту Либо к другому Это очень на самом деле важно Потому что Конечно Если люди говорят нет Это повлечет за собой Ну скажем так Какую-то дополнительную работу Придется всем делать И государственной думе И совету федерации И президенту И региональным парламентам Что же они зря что ли Вот работали тут Сколько у нас менялись Выносились изменения там Месяц Занял весь процесс Ну да Примерно так В общем придется заново Все это делать Вряд ли они это захотят И в таком случае У меня есть ощущение Что возможно Какие-то либо Фальсификации Либо какие-то Ну достаточно Массированные Такие атаки На людей Чтобы они шли И голосовали за Мы уже видим их Эти атаки Ну Вы знаете Страна Страна другая Я это тоже вижу Например там В 12 году Как это было и сейчас Но это у нас Другая страна У нас подросло Молодое поколение Которое там В 12 году Им было там 17 лет А сегодня им там Ну 25 26 27 Вот я вижу Я разговариваю с ними Это будет другая страна Когда вот это поколение Придет к власти там Ну лет через В 20-30 Фальсификации Вы допускаете 22 года Я допускаю Но тут знаете Вот это решение Оно Не будет иметь Законодательного решения Это просто Показатель Может быть даже Ведь советники Которые дают Владимиру Владимировичу Аналитику Они разные варианты развития Ведь Помните Когда пришел Там же был такой еще В том числе момент Когда Александр Карелин Предложил Давайте о самороспуске Жириновский поддержал Миронов поддержали Понимаете Все А потом Путин сказал Да не не надо Мы вроде Пусть еще Дума год Эксперты пишут Что во всем Виноваты коммунисты Владимир Владимирович Хотел чтобы все Выступили за Самороспуск Государственной думы Коммунисты Сказали нет Вы знаете Они не проголосовали против Они воздержались Да Но вот Владимир Владимирович Хотел чтобы все одобрили А раз все не одобрили Он сказал не надо Ну Ну не важно В общем смотрите Вы допускаете фальсификации В таком случае У меня вопрос По поводу наблюдателей Я не просто так задаю вопросы Эти два в связке По поводу агитации Там за Да Голосование И наблюдение Потому что меня например Поразило там при всем Моем хорошем Очень уважительном отношении К Наталье Шитько Который председатель Общественной палаты Кировской области Меня поразил Наталье Там пост В фейсбуке Да Где она призывает Прийти и проголосовать Вот Потому что Ну мне кажется Что руководитель организации Это единственная организация Которая будет Обеспечивать наблюдение На выборах Общественная палата Не может так явно Высказывать свою позицию За или против Ну я Может быть не соглашусь Я как раз сторонник того Что я понимаю От нашей активности Что-то зависит И поэтому Ну все-таки Давайте тем более Это делают выходной день 22 апреля День Владимира Ильича Ленина Такой Ну вот Раньше мы в субботнике Проводили в этот день Давайте мы просто придем Да Это среда Придем все-таки Проголосуем И посмотрим Потому что Любое вот действие Я иногда так знаешь Некоторые там Даже депутаты Нет не будем это делать Это не придет к результату Но Когда мы В итоге Что-то Сделали Это пусть косвенно Но это подталкивает И когда Увидят Власть Почему она В какие-то выборы Может быть она Ну не боится Потому что Нет явки А давайте возьмем Придем там 50 процентов Возьмет население Придет И проголосует Отдает свой голос Посмотрим Подделывают Не подделывают Тем более Легитимности Это решение Оно большое не имеет Это показатель Прежде всего я думаю Для президента Каким путем Какой путь Избрать дальше Если народ Проигнорирует Скажет Да мне все наплевать И тогда Может быть и власть Будет вести себя Скажет А все нам Нам все позволительно И основным показателем Даже будет Не то что Да или нет А явка А явка Поэтому я призываю И поддерживаю всех Ну давайте придем И выскажем Свою мнение И каждый проголосует Так как хочет Знаете Вот если скажут Большинство народа Скажет Против обнуления Я уверен На сто процентов Вот за президента Владимира Владимировича Он примет решение Не делать это Он ведь до конца Этого всего не сделал И окончательное решение По внесению изменений В конституцию Вот это будет показатель Поэтому надо сказать Об этом обязательно Хорошо Владимир Журавлев Собирается идти На голосование 22 апреля И призывает всех остальных Жителей нашего города И нашей области Сделать то же самое У нас остается Четыре минуты И коронавирус Который я надеюсь Не вмешается В планы по голосованию Сегодня свежие новости Поступают по нашему региону Ну и в целом по стране Конечно Количество заболевших Растет Пока Тьфу вроде бы Без летальных исходов Да Вот Но история Следующая В Кирове Отправлены на каникулы Школьники В Кирове Переведены на дистанционное Обучение вузы В Кирове Также точно Запрещены занятия В учреждениях Дополнительного образования Запрещают сейчас Спортивные соревнования Фестивали Прочее 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 По итогам Сегодняшнего штаба Ольга Рысева Министр образования Сказала нам Что это касается Не только государственных Учреждений Каких-то Муниципальных Это касается В том числе И частников Пока не знаю Рекомендательно Или все-таки Запрет У меня к вам вопрос Как человек Который бизнесом Занимался Вы можете Спрогнозировать Вообще Вот эта вот История С карантинами Закрытием Отмены Всего Как на бизнесе Кировском скажется Три минуты Ну я думаю Что знаете Сложно Какими-то там Словами Деталями Кто-то может быть Пострадает Кто-то меньше Ну я не знаю Видите Российский народ Не очень пугливый Я Вот не буду повторяться Здесь было сказано Там выступающими В интернете есть Я тут пробежался Я часто смотрю Западные Немецкие Немецкоговорящие Испаноговорящие И англоговорящие Различные сайты Научные По этому поводу Экспертные Где выступают Только эксперты Так Там народ задает вопросы Эксперты Вот вирусологи Там отвечают Вы знаете Я заметил такую вещь Не буду говорить о чем Они тоже Говорят все о том Чтобы паниковать не стоит А Они Очень многие Из разных стран Хвалят Россию И ставят ее в пример И говорят Что Ох как приятно Кто как это в стране Хоть в чем-то Мы хорошим примером Вы в курсе Что в России Не умер ни один человек От коронавируса Ну я это и говорю Вот эта система Роспотребнодзора Которая была создана Еще в советское время И наша наука Все признают ее За ведущую А все говорят А вы спросили у русских А вы спросили у русских И предлагается Симпозиум провести Сегодня по этой теме Тематике Все отлично Мы молодцы А что будет Все таки С бизнесом Если вдруг Карантин ведется Достаточно строгий В Кирове Я тоже опять же Будут кировщане Хотеть на массовые мероприятия Все сайты Вот эти испаноговорящие Немецкоговорящие Они говорят Ребята 10-15 апреля Наступит везде тепло В Кирове попозднее Вирус Памре А это естественно Они вирусологи Они знают Как вирусы развиваются Вот и все Из печального То что они Все очень многие Сходятся к тому Что ну это Искусственно созданный Какой-то вирус Притом не только Говорят американцы Что там Ведь там Помните Рядом с Уханем С рынком Где-то в 500 метрах Находится лаборатория Которая занимается Этими вопросами То есть китайцы Сами себе Счастье Это создали Ну возможно Что-то разрабатывали Может какие-то опыты были И ведь заметили Что сейчас они Понятно И в мясо Сказали запрет пришел Диких животных Не употреблять То есть Китай это Так подождите Все-таки у нас Буквально 30 секунд Пойдут кировчане На массовые мероприятия Если они будут Все-таки проводиться Или не пойдут Ну вы знаете У нас например Празднование Городской думы Отменили 25 лет 25 марта Я везде хожу И собираюсь ходить А отменили А заседание Это не отменили Заседание будет А вот 25-летие Перенесли на другой срок А на какой Непонятно Пока не знаем Пока не знаем Но я считаю Что излишнего Ну знаете Слушайте интуицию свою Понятно В России ни одного Нет смертного И мне знаете Вот анекдот такой Понравился Внутренний голос Владимир Вениаминович Очень коротко 5 секунд Анекдот самый хороший Что говорит Первая жертва От вируса Коронавируса Да пришла Это Зять Задушил свою тещу После Совместного Карантина Трехдневного А вот Понимаете Что-то какие-то Вот все время Какие-то такие Анекдоты Про зять Тещу Да Владимир Журавлев Наша история Была особое мнение На этом завершается Спасибо ему большое Мы со слушателями Прощаемся До свидания Особое мнение На 101FM